Допустим, кто-нибудь предлагает мне пройти по узкой железной балке, перегинутой между двумя высокими зданиями. Я немедленно откажусь, не в малейшей степени не чувствуя себя трусом. Если меня будут дразнить, я просто сочту этого человека глупым. Однако если я увижу ребенка, который вот-вот упадет, и единственным способом его спасти будет пройти по этой балке, совесть подскажет мне, что я должен попытаться. Если я смогу преодолеть свой страх и попробую это сделать, то буду считать свои действия смелым поступком. Если не смогу, то буду считать себя трусом. Я бы определил трусость как неспособность поступать в соответствии с велениями совести и страха физической боли или насмешки. Означает ли это, что я должен бросаться в горящее здание, чтобы кого-то спасти? Не обязательно. Я оценю ситуацию и решу, стоит или не стоит рисковать. Ради своей семьи я пойду на больший риск, чем ради незнакомых людей. Мои сомнения и путаница в мыслях исчезли после того, как я открыл для себя легкий способ. Сейчас я не буду переживать из-за такого сложного выбора, как в детстве. Если бы мои природные инстинкты не были искажены и запутаны фальшивыми принципами разумного человечества, я бы не занимался ни боксом, ни регби, так же, как не стал бы наспор идти по балке. Мне не хотелось ни причинять боль и повреждения другому мальчику, ни получать их от него. Путаница в мыслях стала причиной различных травм на ринге и на поле. Много часовых страхов получить серьезную травму, многолетней веры в то, что я трус. И все это было ненужным. Ребенку потребовалась бы смелость, чтобы пойти против авторитетов и общепринятых стандартов. Точно так же человеку, отказывающемуся от прохождения военной службы по политическим или религиозно-этическим убеждениям, требуется смелость, чтобы выдержать оскорбление. Но я думаю, что без путаницы мне хватило бы смелости. Поэтому я и говорю, для того, чтобы упустить мяч, мне потребовалась бы смелость. Если бы я это сделал, смелость помогла бы мне выдержать оскорбления учителей и друзей. Если бы у нас снова случилась война, хватило бы мне смелости, чтобы выполнить свой долг. Кто знает. Однако я верю, что да. Живу ли я в постоянном ожидании того, что однажды мне придется пройти испытание, и я его не выдержу? Нет, абсолютно. С тех пор, как я открыл для себя легкий способ, я уже несколько раз подвергался испытаниям. Возможно, они были не столь прямолинейно очевидными, как стальная балка или пожар, но все же потребовали проявления смелости с моей стороны. Хотя теперь я понимаю, что в школьные годы не был трусом. Я помню, каково ощущать себя им, и мне проще посмотреть в лицо страху. Сейчас мы можем вернуться к непосредственной теме этой главы. Придает ли алкоголь смелости? Я не сомневаюсь, что большинство моряков радовались, получив глоток рома, и многие из них верили, что он помогает им чувствовать себя смелыми. Но как может алкоголь на самом деле придавать вам смелости? Смелость – это преодоление страха. Если вы снижаете уровень страха, вам понадобится меньше смелости, чтобы преодолеть его. Всем известно, что алкоголь оказывает опьяняющее воздействие, а опьянение ослабляет все способности, включая способность испытывать страх. Вы наверняка согласитесь, что глоток рома должен был не столько придавать смелости, сколько уменьшать страх. Я приведу более современный пример, чтобы наглядней пояснить ситуацию. Люди, которые боятся летать, часто напиваются перед полетом. Они не пытаются обмануть себя тем, что алкоголь делает их смелее, потому что они не чувствуют себя смелыми даже после его приема. Нет сомнений в том, что они пьют, чтобы меньше бояться. В случае с ромом нельзя сказать однозначно, потому что моряки действительно вели себя храбро. Но эффект алкоголя в обоих случаях одинаков. Алкоголь уменьшает чувство страха, но алкоголь не придает вам смелости. Можно спросить, какая разница, уменьшает алкоголь страх или увеличивает смелость. Возможно, именно этот глоток рома отделял бунт на корабле от исполнения моряками боевого долга. Возможно, алкоголь поможет пассажиру войти в самолет. Все это вполне может быть так. Но важно понимать, что при этом алкоголь не придает смелости. Он просто уменьшает страх настолько, что человек может войти в самолет. Кроме того, вы должны осознавать последствия такого использования алкоголя. Давайте снова вернемся к матери природе.